На несколько часов одна из рекреаций Лопатинской школы превратилась в приемную, прийти в которую можно без всякой предварительной записи. Проект «Выездная администрация» позволяет жителям различных микрорайонов Ленинского округа напрямую пообщаться с руководством муниципалитета, представителями различных служб и депутатами, причем самого высокого уровня. Это самый правильный формат. Нам президент последние 20 лет говорит, идите в народ, общайтесь с людьми, понимайте проблематику, решайте те задачи, которые требуют решения муниципалитета, областного руководства. Но если это не решается на уровне муниципалитетов, то надо, конечно, выносить на федеральный уровень. В этот раз задать свои вопросы чиновникам могли жители микрорайонов «Косударев дом», «Видный город» и «Усадьба Суханова». Поддержка предпринимателей, сфера ЖКХ, строительство, работа общественного транспорта или ремонт дорог. На любую тему представители руководства муниципалитета готовы дать исчерпывающий ответ. Очень хорошую новость. Сегодня мне сообщили, что с месяца мая планируют запускать эвакуаторы. Соответственно, все автомобили, которые паркуются неправильно, на газонах, на пересечениях перекрестков, на запрещающих, под запрещающими знаками, всех будут эвакуировать. Еще одна ценность такого формата – возможность получить профессиональную консультацию. Житель микрорайона «Государев дом» Дмитрий Гевортов является председателем совета одной из многоэтажек, где назрела необходимость замены водопроводных труб. Некоторые жители отказываются пускать в свои квартиры ремонтников. Сюда он пришел за советом, как поступить в такой непростой ситуации. Как договориться с жителями, как с управляющей компанией договориться, как проводить мероприятия, собрания сделать через электронное голосование. И все было конструктивно. Меня выслушали, записали все мои данные. Ну и будем принимать какие-то меры дальше. Вторая обязательная часть проекта «Выездная администрация» – ответы на вопросы местных жителей, временно исполняющего полномочия главы Ленинского округа Станислава Катарова. Одна из главных проблем тех, кто живет у Расторгуевского шоссе – работа общественного транспорта. Почти каждый день в интернете появляются фото с огромными очередями на остановках. Станислав Катаров озвучил, какая работа ведется в этом направлении. На маршрутах 367, 12.01, 12.02, еще несколько маршрутов могу перечислить. Мы поставили уже совместно с правительством Московской области, именно на маршрутах Мостанцавта 19 автобусов, 19 машин дополнительных уже стоит. Значит, в течение месяца дополнительно нам поставят еще 25. То есть не 40, а 44 машины. Другая проблема, куда глобальнее ее озвучил житель ЖК «Видный город» Кирилл Воеводин. На всю округу работает только одна школа и два детских сада. Застройщик, компания «Гранель», вроде бы и рад возвести еще ряд социальных объектов, но мешает охранная зона вокруг усадьбы Суханова. Этот вопрос Станислав Катаров обсудит со строителями в ближайшее время. Компания «Гранель» у нас на следующей неделе, Сергей Андреевич, в среду будет. Значит, мы уже с ними договорились. И они приедут по всем вопросам, мы с ними проговорим. Очень важно, что я сегодня с ними уже поговорил по телефону, пока ехал сюда и сказал им, чтобы строительством зоны охраны они очень внимательно посмотрели, они должны чувствовать наше внимание. У нас проблемным вопросом является строительство школ и детских садов на территории государев дома и видного города. Данный формат, он позволяет жителям непосредственно задать прямые вопросы, не просто написать письмо и увидеть на него через месяц ответ. Поэтому очень удобно пойти по месту жительства и задать интересующий вопрос. Почти три часа длилась выездная администрация, и более 150 человек смогли получить исчерпывающие консультации по разным вопросам. Максим Козлов, Александр Логинов, Ольга Садовская. Видное ТВ.